всем привет мои дорогие сегодня у нас новая предпраздничная мотивация скоро пасха и смотрите сколько здесь всего у меня пасхального все для куличей для пасхальной выпечки вот такие формочки кстати у меня есть и другие формочки но это вот то что сейчас купили скажем так новая покупка предпасхальная вот такие варианты смотрим дальше здесь у нас разрыхлитель теста я вообще планирую кстати сделать еще творожные кулич с разрыхлителем здесь ванили здесь вот такие вот посыпочки различные всевозможные здесь у меня украшение для куличей в общем то чтобы пасха была вкусной и аппетитный мне нравятся такие посыпки разноцветные шарики очень даже хорошо изюм также разный изюм темный кизил светлый изюм но общем-то много здесь вариантов всего по чуть-чуть также вот такая вкусняшка тоже для куличей в общем много здесь всего и я уже приступаю к приготовлению собственно куличей а также собралась еще сделать картофельные драники но это чтобы просто покушать чтобы близкие вечером ели на этом этапе вы кстати видите у меня здесь стоит под полотенцем кастрюлька это как раз таки опара для куличей подходит выпустила новый рецепт на канале мастер своего дела вот этих куличей то что я готовила здесь видео чуть раньше выходит эти куличи они конечно бесподобные знаете такие сладковатые влажные ну в общем-то все в них вот как надо рецептом со мной поделилась жена родного брата моего мужа если вы что-то поняли то хорошо в общем оля олечка спасибо в который раз говорю включи просто бесподобные все пропорции приготовления я указала на канале мастер своего дела под видео все подробно не отступая от рецепта вот все точно как там и все обязательно у вас получится ключи сто процентов получится у каждого я знаю что многие не хотят возиться и предпочитают покупать куличи в магазине ну я вам честно скажу это все-таки не то домашний кулич он имеет особый вкус он сделан с любовью и не знает домашняя выпечка навсегда самое вкусное знаешь что туда добавил что в составе вообще как-то покупная это все-таки не то многие конечно думают что возиться с приготовлением куличи очень долго но на самом деле это не так если строго вот следовать рецепт туда и тем более пошаговые действия все подробно показано описано можно даже не заморачиваться все получится обязательно также завтра я думаю приготовить наверное мясо на праздник особо много наготавливать не буду может быть получится вырваться на природу тут уже как погода будет и пожарить для моих шашлык для домашних а для меня рыбку может я рыбку очень люблю на мангале может быть грибочки еще купим но посмотрим в общем все будет зависеть от погоды собственно от обстоятельств которые будут на пасху там уже будем смотреть по ходу но я решила мясо все-таки заранее замариную если даже мы никуда не поедем то я потом его просто приготовлю дома в духовке конечно это будет не то но все равно на всякий случай подготовлю мясо да и вообще знаете на пасху не исключено что могут нагрянуть гости я не знаю как у вас но у нас такое случается то есть неожиданно могут всегда приехать поэтому нужно быть готовы и чтобы было что подать чем угостить вообще я вам скажу вот эта неделя какая-то просто молниеносная я ничего не успеваю абсолютно у нас прямо как вот с понедельника пошло понедельник мы съездили на кладбище навели порядочек на могилках вторник тоже был насыщенным дома не было нас мы просто уехали по делам нам нужно было воронеж среда вот в четверг как бы все это прошло моментально быстро и собственно вот уже не успели оглянуться как пятница наступила в основном конечно вот эти дни два последних дня до я готовила пекла куличи кстати в первый день вот когда еще начала печь куличи то в среду получается тот вариант вот те куличи я просто все уже раздала и от них ничего не осталось даже не помню честно сколько там получилось пять или шесть куличей ничего нет плюс еще маленькие какие-то там были вот осталась теперь уже вторая партия скажем так это вот от сегодняшней готовки и я думаю что нужно еще наверное будет приготовить партию потому что мне еще есть кому раздавать как бы я обещала некоторым куличи поэтому поэтому вот как-то так я вообще знаете каждый год пеку большими объемами куличи то есть я раздаю очень много ключей не только для себя я знаю что некоторые просто приготовят на семью один-два кулича и вполне достаточно у меня такого не получается так не получается готовлю очень много и делюсь кстати видите какое тесто на бесподобное так хорошо поднимается ну просто сказка вообще конечно предпраздничные хлопоты они отнимают много времени мы все стараемся навести порядок дома чтобы было чисто уютно также хотим чтобы у нас на столе в праздник было аппетитно поэтому стараемся что-то заранее подготовить приготовить к празднику ну в общем то эта рутина конечно она ощутима и чувствуется усталость вот честно скажу что я уже ощущаю такую некую усталость но это все-таки потому что я не один день пику куличи до несколько дней все это у меня плюс еще в процессе уборка готова съемка рецептов дальше ночью я сижу работаю ну конечно это все долго трудоемко ну а кто сказал что будет легко да лучше всего конечно задействовать в процессе украшению куличей всех домочадцев и думаю что если есть детки в семье и пригласить их делать какие-то украшения посыпочку им дать то будет весело и интересно мне кажется и детям понравится но также в процессе они будут уплетать куличи но у меня малышей дома нет поэтому мне конечно помогала дочку украшать куличи но все это осталось за кадром потому что сниматься она не любит кстати те куличи которые я приготовила я их упаковываю делаю очень просто беру обычный рукав для запекания разрезаю на небольшие части ну и упаковываем также все это завязываю ленточкой получается по моему очень даже симпатично и так мне кажется приятно даже если кому-то вручить кулич в качестве праздничного такого презента по моему неплохо также еще делаю делала раньше но сейчас уже сделала один кулич в этом году и больше пока не делала в обычной пергаментной бумаги то есть на пергамент все это на куличи отправляю и завязываю обычной бечевкой веревкой тоже получается очень так стильно и симпатично но мне больше нравится в рукаве для запекания потому что как-то и выглядит более презентабельно мне кажется и как-то это более эстетично более удобно даже если куда-то перевести нужно до отвести куличи мне так больше нравится посыпки в этом году я вам показал уже в начале видео у меня самые простые как-то я заморачивалась в прошлом году покупала фигурки в этом году я не нашла мне не попались они на глаза но и заморачиваться я не стала делать какие-то устраивать поиски не стала в общем что попалось то и купила плюс у меня также оставались украшения некоторые из прошлого года даже сейчас еще есть несмотря на то что я уже много приготовила куличей и думаю что еще даже на одну вот такую большую порцию на несколько ключей мне хватит ну вот и все мои дорогие вот такая у нас предпраздничная предпасхальная мотивация больше на готовку все-таки нежели на уборку потому что я все свое время провела на кухне день был действительно насыщенный но результат по моему получился достойным пишите в комментариях ваше мнение также рассказывайте по каким рецептам печете куличи вы всем пока-пока мои дорогие отличного настроения скоро увидимся